Уважаемые друзья, Олег Николаевич, я очень рад нашей новой встрече, очень рад, что ваши визиты в Беларусь стали традицией, хорошей традицией, и результат по этому есть. Вдвойне приятно, что большое внимание сотрудничеству с Беларусью вы уделили ранее, в Амурской будущей области, Сахалинской, а теперь уже Приморского края. В том, что наша страна надежный партнер по всем направлениям сотрудничества, вы убедились на личном опыте, так будет и впредь. При вашей поддержке был успешно реализован ряд важнейших совместных проектов на территории Российской Федерации, поэтому ваша заинтересованность в том, чтобы двусторонних контактов было больше и охватывали новые сферы, искать перспективное направление абсолютно верное. Мы вместе нацелены на конкретный результат, и нам не может помешать ни пандемия, ни внешние попытки расшатать политическую ситуацию у нас и у вас. События последних месяцев показали, что в нелегкие моменты испытаний, подброшенных нам из дне, обе страны могут рассчитывать на поддержку и помощь. Я, прежде всего, хочу поблагодарить, как гражданина России, вас, посла, он никогда бывшим для нас не станет, Российской Федерации, за ту поддержку, которую вы всегда оказываете Беларуси. За нами дело не станет. Если касаться темы наших сегодняшних переговоров, должен сказать, что Приморский край давний и перспективный партнер Беларуси на Дальнем Востоке. Я всегда об этом говорю и убежден, что вы именно так понимаете мою позицию. Владивосток далеко, но он нам не чужой. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и осталось. Как бы кто-то ни трепыхался, это наше Отечество. Есть суверенное, уже независимое государство на огромном этом пространстве. Так распорядилась жизнь, но это наша земля. Как показывают цифры и статистика прошлого года, наш товарооборот немного просел. Но январь этого года говорит о том, что мы в состоянии не только выйти на тот уровень нашего экономического взаимодействия, но и превзойти его. После нашей последней с вами встречи заметно активизировались деловые контакты. Приведено два заседания рабочей группы по сотрудничеству между нашей страной и Приморским краем. Регион посетили многие руководители белорусских предприятий. Такая активная работа, несомненно, конечно же, принесет практические дивиденды. Положительно скажется на росте взаимной торговли, эффективной реализации инфраструктурных проектов. Вы знаете, что Беларусь готова предложить потребителям Приморского края. Это продукции и технологии в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития пассажирского транспорта. Вы знаете, что мы не вводили никаких локдаунов. Наши предприятия работали и неплохо работали, бесперебойно. Сегодня мы располагаем всеми возможностями, чтобы поставить для нужд Приморью все, что вам нужно. Что мы можем, вы хорошо знаете. Мы заинтересованы поставлять вам не только машиностроительную продукцию, но и продукты питания, в которых Приморья всегда традиционно нуждалась. Но и готовы по нашим технологиям, как у нас с вами опыт уже есть, по Сахалину, создавать соответствующие объекты по всем направлениям. Знаю, что у вас огромный интерес к строительной отрасли. Тоже вы знаете, что мы можем. Любой объект под ключ, пожалуйста, мы готовы работать в Приморье. Мы готовы поделиться опытом по любым направлениям, которые вас интересуют. Учитывая, что вы очень большой друг Беларуси, у нас абсолютно нет закрытых тем для обсуждения. Убежден, что ваш очередной визит в Беларусь даст дополнительный импульс развитию наших отношений. Мы в этом очень заинтересованы.